Дорогая Церковь, братья и сестры, как приятно быть все вместе и в этот первый день, когда мы можем отмечать это великолепное событие рождения Иисуса Христа, мы можем целый месяц почти посвятить этой теме, потому что даже это мало, это меняет полностью всю жизнь человека, когда он соприкасается с живым Иисусом Христом, который хочет жить в нашем сердце. Я не знаю, если у вас когда-то спрашивают такие вопросы, знакомые, может на работе или где-то, подходят и говорят, ты готов к Рождеству? Меня часто спрашивают, просто знают, что у меня дети есть, и они обычно имеют в виду, ну ты купил подарки для своих детей? Ну и мы отвечаем обычно, да или нет, а что если мы немножко по-другому будем отвечать на этот вопрос? Когда нас кто-то спросит так, мы можем, нас спросят, ты готов? Мы можем сказать, да, мое сердце готово встретиться с Иисусом или встретить этого рожденного Христа, потому что это, когда мы встречаемся с рожденным Христом, тогда наша жизнь полностью меняется. И сегодня для нашего рассуждения хотел предложить нам текст из Ветхого Завета об этом событии, который сказал пророк Малахия еще за 400 лет до того, когда Христос родился. У кого есть Библия, можете открыть третью главу, мы один только стих прочитаем, первый. Немножко контекст об этом расскажу нам. Пророк Малахия – это последний пророк Ветхого Завета, который закрыл Ветхий Завет, и потом было 400 лет молчания. Этот пророк, он очень сильно обличал народ, который грешил против Бога, но он всегда показывал любовь и верность Божию, он никогда не забывал говорить, что Господь вас любит. И в этой же книге также сказано «Я возлюбил вас», говорит Господь. Господь никогда не перестал любить этот народ, и он пошлет Спасителя, который придет. И 400 лет было молчание. И знаете, когда я готовился, мне это напомнило то, что было 400 лет в израильском народе, когда они были рабами в Египте. Это тоже было 400 лет. Очень подобная ситуация. Иосиф их вел в Египет, и потом 400 лет тоже не было откровения, не было голоса от Господа, только молчание. И они росли как народ, но не было известно, что будет, сколько они еще лет будут рабами, пока не родился младенец, которого фараон хотел убить, которого многие ненавидели, потому что он должен был избавить народ из рабства. И что-то подобное происходит и в этой ситуации, когда тоже было молчание, пока не родился младенец Иисус Христос, которого Иисус Христос хотел убить. И мы сейчас прочитаем вот этот стих, 3 глава, 1 стих, и посмотрим, что Господь хочет нам сказать сегодня здесь. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Этот текст может не сразу можно понять, как он связан с Рождеством, потому что здесь немножко слова используются, которые нам непривычно. Здесь говорится «ангел». Но знаете, пророк Малахия, его имя значит «посланный» или «мой посланник». Мой посланник. И вот это слово «ангел», оно в английских переводах переводится как «мессенджер» или «посланник». Это одно и то же слово в еврейском языке. «Ангел» или «посланник». И в английском звучит «I will send my messenger, even the messenger of the covenant». Он пошлет этого посланника, который желанный, как здесь сказано. И название моей проповеди сегодня «Желанный ангел нового завета». Были люди, которые желали этого ангела, который должен был прийти, или посланника, который должен прийти и возвестить правду, восстановить отношения с Богом и с человеком. Мы знаем, что пророк Малахия, он говорит это здесь нам о том, что придет этот избавитель. Но была тишина, было молчание. И знаете, вот мы, может, думаем 400 лет, как-то тяжело представить, как это действительно долго, но 400 лет, вот если вот мы подумаем, сейчас 2020 год. Но в Америке как раз было очень уникальное событие в 1620 году. Это когда был подписан «Mayflower Compact» ровно 400 лет тому назад, буквально несколько недель назад. 400 лет – это тоже очень такое интересное число. Сколько изменилось, когда первые пилигримы приехали в Америку до сегодняшнего времени? 400 лет. Какое-то далекое расстояние. И так долго должен был народ ждать. Ждать этого обещанного Мессии. Но некоторые действительно ждали и знали, что Господь будет верен своему слову. И этот пророк Малахий, он обличал этот народ в своих грехах, но он также показывал эту незаслуженную благодать Божию, которая придет. Вот, я хотел нам предложить три мысли из этого стиха, которые помогут нам понять, вот какая здесь красота и глубина. Вот пророк, который хотел открыть вот эту волю Божию, что придет этот Избавитель. Первое, что мы порассуждаем, это то, что придет ангел приготовить путь. Первое – это придет ангел приготовить путь. И это мы читаем в первой части стиха. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною». И мы знаем, что здесь идет речь не о Иисусе Христе, а о Тот, Который был до Христа, это Иоанн Креститель. Его тоже здесь называют ангел, но это посланник, посланника моего, чтобы приготовить путь. Это не был ангел в буквальном смысле, но был посланник, и он должен был приготовить путь. Господь пророчествует о том, что Иоанн Креститель придет, и он должен прийти прежде, чем родится Мессия. И посланник приготовляет путь тем, что он будет призывать народ к покаянию. И мы знаем о служении Иоанна Крестителя. Не буду много об этом говорить, потому что мы знаем, какой он важную роль нес в служении Иисуса Христа, чтобы приготовить народ. Если бы Иисус просто родился, и не было бы Иоанна Крестителя, то народ бы, может быть, не так воспринимал Христа. Но Иоанн сделал эту работу, приготовить, уравнить путь. Когда шел царь с какого-то одного места в другое, он посылал того, кто должен был уравнять дорогу, приготовить, убрать камни, убрать все, что мешало бы царю проехать на хорошей ровной дороге. И это сделал Иоанн Креститель. И он будет убирать вот это все, самоправедность израильская, неверие, надменность, развращение Израиля. Он должен был это все открыть, чтобы они увидели, что им нужен Спаситель. И когда ангел говорил с Захарием, отцом Иоанна Крестителя, он сказал такие слова о Иоанне. Это Луки 1, 16, сказано, «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и придет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям непокорным, непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный, чтобы народ был приготовленный». И вот было служение Иоанна, этого ангела, этого посланника, который шел перед тем, как должен был родиться Мессия. И основной его проповедь было «Покайтесь и сотворите достойный плод покаяния, и что приблизилось Царство Небесное». Вот первое мы порассуждали о том, что придет ангел приготовить путь. Второе – это придет ангел восстановить славу. Восстановить славу. Здесь дальше мы читаем в этом стихе. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Господь должен прийти в храм. И здесь мы уже видим, что речь идет не о Иоанна Крестителя, а о Иисусе Христе, который должен прийти. Он придет в храм, чтобы восстановить эту славу, которая когда-то была в израильском народе, и когда Моисей вывел, и когда еще в Скинии было, потом мы знаем, что в храме присутствовала щекина, слава Господня была видимым образом, она и ощущалась от тепла, и свет был. Это было видимое. Но мы порассуждаем немножко о том, что слава, которая будет от Иисуса Христа, это невидимая слава, которая должна требовать веру в нас, чтобы видеть эту славу. И мы поговорим об этом. Потому что храм во дне Малахии был далеко не тот храм, который был во время Соломона и всех царей, которые видели храм, который построил Соломон. Те, которые видели, они плакали, что это не тот же был храм, не такой великолепный, как был оригинальный храм. Но помните, что один пророк сказал? В то же самое время он говорит, пророк Агайя, 2 глава, 9 стих. Он говорит такие великолепные слова о этом храме, который, может, не такой был красивый, как первый храм. Но он говорит, что слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте 7 я дам мир, говорит Господь Саваоф. Этот мир, который Господь даст, это не политический мир, а мир духовный, мир с Богом, когда мы понимаем, что это намного важнее, чем мир с нашими врагами. И он говорит, что слава наполнит этот храм. И люди ожидали, когда же эта слава может наконец-то наполнить, когда же эта слава будет видна. Но знаете, эта слава не была таким образом видна, как когда-то было во время, когда была скиния, и люди видели. Но один человек, старец Симеон, он увидел эту славу. В простом младенце, которым мать принесла на руках, у него не было сияния, как иногда рисуют на картинках с головы. Он был простой младенец, но у Симеона были открыты духовные глаза, которые видели эту славу, которая была гораздо превосходней славы того храма, который Соломон построил. Помните, как Симеон сказал об этом младенце? Он говорит, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Он увидел, что вот этот младенец, которого он держал именно в храме, что он будет сиять, и он будет приносить эту славу, эту славу, которую не все будут видеть. Мы потом посмотрим о том, как многие люди не видели эту славу, но были те, которым Господь открывал, и они видели эту славу, и они понимали, какая это слава прекрасная, что Господь с неба пришел в образе человека, чтобы стать одним из нас. Мы можем немножко посмотреть на важность самого храма в жизни Иисуса Христа, как это все развивалось. Мы знаем, что когда Захария был в храме, ему там именно открылось, что родится младенец Иоанн, который будет перед Христом. И это все мы знаем, как развивалось, что это именно в храме было. И потом мы знаем, что Симеон тоже был в храме, и он получил это младенца. А она пророчица тоже была в храме, когда она увидела младенца Иисуса Христа. Очень много можно говорить именно о храме, но пройдет немножко позже, 12 лет спустя, Иисус опять будет в храме. Он наверняка ходил каждый год, но именно 12-й год, это особый год, когда он остался там, чтобы пребывать в служении, отца своего, хотя родители его искали, но он не потерялся, он был на своем месте, где он должен был быть в храме, чтобы учиться и задавать вопросы. Но я думаю, он настолько знал Библию хорошо, Ветхий Завет, что и ученики, учителя, которые были там, старейшину, изумлялись, как этот юноша, 12-летний, может так хорошо знать слово. И когда он вырос, и когда начал служение, он очистил храм от всякого, то, что сквернил этот храм, когда люди продавали, делали это бизнесом, он очистил все, чтобы народ мог доступно приходить в храм. Для чего? Его основная цель была, чтобы народ мог учиться, чтобы научить народ слово в храме. Потому что часто повторяется вот эта мысль, что и учил Иисус каждый день где? В храме. Иногда он был в других городах, где была только синагога, он и там учил. Он учил, чтобы народ мог понимать. И когда Иисус говорит, что у нас есть храм сердца нашего, он остается в нашем сердце, и он продолжает учить, потому что мы есть храм Бога Живого. И он продолжает учить нас через Духа Святого. Мы посмотрели на то, что придет ангел восстановить славу, славу, которую только можно видеть духовными очами. И последнее мы посмотрим, что придет ангел установить новый завет, как здесь сказано, установить завет, но этот завет совершенно новый от того, который был прежний. Немножко об этом порассуждаем и будем молиться. Дальше сказано, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. Ангел завета, или Messenger of the Covenant, как звучит по-английски. Ангел завета – это Бог, который стал обитать с нами. Как Иоанн говорит в первой главе, он говорит, что слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного, от Отца. Даже ученики, они, видя Иисуса Христа, они тоже не могли видеть какое-то сияние, которое излучалось из Него, но у Него была доброта из Его характера, которое видно было. И эта слава гораздо больше была, виднее, чем та слава, которая когда-то наполняла храм ветхозаветний. И этот Логос, это Бог стал во плоти, Он пришел, чтобы нам открыть свободный путь к нашему Господу. Мы можем также посмотреть на разные реакции людей на рождение Иисуса Христа, как здесь сказано, что желанные, вы желаете и ищите. Вот Малахия пишет тем, которые искали и желали этого Мессии, но не все желали. Была только маленькая горсточка людей, которые ожидали, желали Мессию. Это Мария, Иосиф, они ожидали, хотя Иосиф тоже не сразу был готов принять, но ангел ему все это открыл, и мы это читали. Симеон, Иоанна, мы уже говорили, они ожидали. Пастухи тоже, мы не знаем, какое у них было отношение с Богом, но наверняка они тоже ожидали, они были в числе тех, которые ждали и знали, что Господь верен своему слову, что придет тот Мессия, и они пошли немедленно и увидели рожденного младенца, и волхвы пришли с востока, но очень мало было тех, которые действительно ожидали. В основном народ был очень холодный сердцем, они не искали Господа, они жили уже спустя 400 лет, им не было никакой надежды, они думали, так всегда и будет. В числе этого Ирод, конечно, мы знаем, Ирод, он очень жестокий был, который хотел убить всех младенцев ради того, чтобы одного Иисуса убить, и мы знаем, как чудным образом Господь защитил младенца, эти все римские войны, они тоже хотели убить этого младенца, они не хотели какого-то восстания, потому что Кесар Август узнает об этом и будут большие проблемы, они все хотели как-то утишить, сделать спокойно, чтобы никто об этом не говорил, особенно фарисеи, это вся религиозная система, саддукеи, книжники, первосвященники, они все как-то хотели остаться в своем прежнем состоянии, им нравилось быть в этой религиозной системе, потому что им было удобно, их никто не трогал, пока не пришел Иисус. Тогда Он начал открывать всю эту грязь, которая была в сердце, и показывать лицомерие, и все, что у них было в сердце, вот это зло, и тогда Господь показывает, кто действительно желал пришествия Иисуса Христа, как здесь сказано, и те, которые не желали, а наоборот хотели убить младенца. И что значит, что Иисус Христос есть ангел или посланник Нового Завета, вестник Нового Завета. Братья и сестры, мы закончим такими словами, которые записал пророк Иеремия, 31 глава, я думаю, для нас знакомые слова, 31 стих, он говорит о том, что Иисус открыл новое отношение с Богом. Когда Иисус пришел во плоти, Он теперь показывает, что есть возможность, и когда мы смотрим духовными глазами, мы видим эту славу, и мы можем иметь общение с Богом. Пророк Иеремия пишет такие слова об этом Новом Завете, Он говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, не такой, который, как он, он вел, он все делал для них, но они все равно отступали, он даже, как здесь говорит, прообразно вел их за руку, и это было недостаточно, и он говорит дальше, «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Какие прекрасные слова этот пророк также Иеремия сказал, что это время придет, придет вестник Нового Завета, или ангел Нового Завета, Иисус Христос, который покажет нам путь Господу. И когда мы вот смотрим на пророка Малахия, мы видим немножко интересную такая игра слов, как я говорил, что Малахия, его имя значит «вестник» или «посланник Мой». Этот посланник показывает, что будет Иоанн Креститель, другой посланник, который показывает, что будет еще один посланник, Иисус Христос. А мы знаем из Евангелия, что Иисус Христос, Он всегда показывал, что Я не творю ничего от Себя, а только то, что повелел Мой Отец. Иисус показывает на Отца. И какие прекрасные здесь, какой пример мы видим, что Иоанн, он был только голос в пустыне, и даже Иисус Христос, Сын Божий, Он показывает, что Я только сделал то, что повелел Мне Отец. И вот у нас есть время сейчас порассуждать об этом, помолиться, обратиться к Господу, потому что, может, не все еще знают, может, не все еще увидели эту славу духовными глазами. Вы можете открыть свое сердце и попросить, чтобы Господь показал эту славу, потому что плотские очи не увидят эту славу, и вы можете прожить всю жизнь и никогда не увидите, если Господь это не откроет. Да благословит нас Господь, прославит Его и в наших молитвах сейчас. Аминь. Помолим.